Хоть женщины и считаются слабым полом, но если судить по инструментам домашнего быта, которыми в конце 19-го, начале 20-го века пользовались наши прабабушки-казачки, кубанские представительницы прекрасной половины человечества обладали недюжиной силой. В этом смогли убедиться школьники Славянска-на-Кубани во время проведения в картинной галерее города интерактивной выставки. На встречу с историей была приглашена и наша съемочная группа. Основная тема, которую задали для своего мероприятия работники картинной галереи – это кубанская традиционная вышивка. У нас мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта, называется «Кубанская традиционная вышивка». Вышивка издавна была чисто женским занятием. Вышивки обучали девочек с раннего возраста. Девочки сами готовили себе приданное, именно вышивая вещи не только себе, но и будущему жениху. Поэтому мы свои мероприятия посвятили этому искусству. По сценарию зрители выставки были приглашены в гости к казачке Светлане, которая показала ребятам несколько моментов из простой жизни женщины начала 20 века. Женщинам во все времена хотелось быть красивыми, яркими и оригинальными. Потому каждая казачка старалась сделать себе красивый наряд, который окрашала вышивкой. Ворот, рукава, подол нижней юбки расцветали растительными узорами и орнаментом. Так как у нас представлена вышивка конца 19-го, начала 20-го века, то и вышивка, то и рубашка – это тоже старинная, середина 20-го века. Краски немного выгорели, поэтому у нас черный цвет, он как бы приобрел оттенок серого, но красные ниточки остались. Помянитесь, Светлана, вот так, чтобы девочки рассмотрели. Традиционные узоры – глаза, листья, виноград. Эти узоры тоже были традиционны для кубанской вышивки. В цвета вышивки и объекты, изображённые на текстиле, вкладывался глубокий смысл. Яркие цветы вышивали для детских вещей. Геометрические узоры – на взрослых и ритуальных предметах, как, например, рушник, который использовался до подачи гостям каравая. Сотрудники музея подготовили интересную информацию о технике вышивки и её использовании. А ещё в ходе выставки учащимся выпала возможность почувствовать себя хозяйкой начала прошлого века и настоящими литыми утюгами прогладить белоснежные кружева. Ажиотаж вызвала и представленная возможность попробовать прогладить ткань ещё более старинным инструментом – рубелью. И это действительно оказалось нелёгкой работой. Я думаю, что я бы не смогла. Но те, кто это делали, были, мне кажется, очень сильные. Но если это делали девушки, я не знаю, как они вообще справлялись с этим, тем более каждый день. Это, конечно, было тяжело для женщин. И это очень много времени уходило. Ну, не очень удобно. Обычно, но со временем утюгом намного легче гладить. Завершилось посещение музея экскурсии, в ходе которой гостей познакомили с экспозицией, состоящей из работ учащихся детских школ искусств. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».